Далекий 93-й год. При Видновской седьмой школе открывается бассейн. Тогда им могли пользоваться лишь ученики этого образовательного учреждения, но вскоре и других близлежащих. В 2000-м дельфин ушел в свободное плавание и стал самостоятельным детским оздоровительным центром. Все это время его возглавляет Гульнара Романадзе. 2005-й стал для дельфина судьбоносным. В поселке Развилка у Видновского бассейна открывается филиал. На работу поступает тренер Андрей Шишин, который ведет спортивный класс и начинает растить будущих олимпийских чемпионов. Евгений Рылов прославил дельфин на весь мир. Я всегда говорю, если ты создаешь условия спортсмену, воспитаннику, будем так говорить, тренеру, обеспечиваешь вот эту среду, где можно вырастить, то это все получается. Ты живешь этим, и ты мечтаешь об этом, и реализуешь. То есть он еще маленький кричал, да, я буду олимпийским чемпионом, но у нас другого не должно было быть. За 30 лет через дельфин прошло около миллиона человек. Сегодня в бассейне работает два направления – оздоровительное и спортивное. По-прежнему основной упор на занятия с детьми. Самое главное в нашей работе – это любовь. Любовь к детям, любовь к своей профессии. Мы мотивируем детей, потому что, как я всем говорю, мы их не купаем, мы их учим. Самое главное – это навык держаться на воде, быть здоровыми, уметь правильно плавать, чтобы было не стыдно, когда они выезжают на море, чтобы, когда спрашивают наших детей, вас где так научили плавать, они говорят, что дельфин не видно. Это гордость. Коллектив дельфина – это сильная и сплоченная семья. Многие тренеры работают здесь с основания. Уже не представляют бассейн без своего руководителя Гульнары Романадзе, которая, как и 30 лет назад, не перестает мечтать и верить, что все задуманное сбудется. Это такой маленький бассейн, четыре дорожки, всего четыре дорожки, и мы, именно мы сделали олимпийских чемпионов. Вот мечты сбываются, я всегда говорю, мечты сбываются, просто надо очень-очень хотеть. И никогда не было так, чтобы постучать по дереву, а вдруг не получится. Получится и это будет. Так что это сбылась мечта, это хобби, это сбылась. И ты счастлив, потому что ты частичка вот этой истории, истории нашей страны. Сегодня все силы брошены на осуществление еще одной мечты – 50-метрового бассейна, который даст Ленинскому городскому округу новый виток в развитии спорта. Юлия Погасен, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВитнетВ.